Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Братья и сёстры, наша семья, семья каждого из нас — это та ячейка, из которой образуется всё наше общество. Это та ячейка, которая даёт нашему обществу, нашей общине крепких верой во Всевышнего Аллаха, людей, молодых парней, будущих матерей. И воспитание наших детей, вопросы воспитания наших детей начинаются именно с укрепления наших семей, а конкретно укрепления, улучшения отношений между супругами. Посланник Аллаха, саллиллаху алейкум ва саляма, которого Всевышний Аллах в Священном Куране восхвалил в суре «Ат-Тауба» и сказал «Ауузу билляхи мин аш-шайтонир-раджим «Ла-кады-джааакум расулюм мин амфусикум» «Воистину к вам пришёл посланник из вас самих же, говорит Аллах «Азизун алейхима аниттум» который страдает из-за ваших страданий «Ахарисун алейкум», который старается и стремится принести вам пользу, говорит Аллах «Ахарисун алейкум бил му'менина рауфу ррахим» «И к уверовавшим он сердоболен, говорит Аллах» «В своих хадисах посланник Аллаха не упустил ничего, что бы приносило пользу его общине и не упустил чего-либо пагубного, не предостерёг от этого не предостерегая своими хадисами нас от этого и когда мы смотрим на наше поведение сегодня и наше отношение друг к другу и отношение супругов друг к другу мы, к сожалению, сегодня находим огромную пропасть между нашим реальным поведением и сунной нашего пророка мы очень любим рассказывать об обязанностях жены и критикуем жен и женщин, которые ведут себя неподобающе и так далее для того, чтобы говорить о них я считаю, что необходимо в первую очередь говорить об обязанностях мужчин перед своими женами и когда мы выполняем свои обязанности исправить свою вторую половину призвать её будет гораздо легче если вас, ваша супруга ущемляет в ваших правах спросите сначала себя вы выполнили ли все свои долги перед своей супругой и именно об этих наших обязанностях посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассаляма рассказывает во многочисленных своих хадисах давайте к ним прислушаемся и зададимся вопросом соответствуем ли мы тому, что посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассаляма передаёт нам в своих совершенных, чудесных хадисах с которыми не сравнится какая-либо мудрость какое-либо назидание обязанности каждого супруга делятся на два вида первая обязанность материальная и обязанность нравственная сегодня мы начнем говорить о материальных наших обязанностях перед нашими супругами и изучим несколько хадисов пророка, салли Аллаху, алейхи вассаляма относительно материального обеспечения мужьями своих жен первый хадис посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассаляма в хадисе, который передаётся от Муауя ибн Хайда передаётся, что некий мужчина подошёл к посланнику Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассаляма и спросил «Ма хак-куль-мар-а-ти-а-ля-с-за-уджи?» «Я, Расуль Аллах» «О посланник Аллаха, что является долгом мужа перед его супругой?» посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассаляма, ответил «Тут-а-иму-ха, ида-да-а-имат, ва-так-су-ха, ида-кта-сайта» то есть угощать свою супругу тогда, когда ты угощаешься, когда ты употребляешь пищу и одевать её, когда ты одеваешься то есть рацион твоей супруги не должен быть хуже твоего рациона одежда её не должна уступать твоей одежде и относительно меры, которая должна соблюдаться относительно материальных расходов на супругу об этом сказано в Священном Куране Всевышним Аллахом где Аллах говорит не делай так, как будто бы твоя рука привязана к твоей шее то есть не будь таким скупым, как будто бы ты свою руку привязал к своему затылку к шее и не расширяй, не раскрывай свою руку на всю широту ибо ты останешься в упрёке то есть так же пагубно и вредно, как проявление скупости чрезмерность в расходах ибо расточительность в расходах на супругу потакание всем её желаниям так же противоречит этому аяту, аяту Священного Курана так же, как и скупость каждый муж должен найти ту середину которая продиктована его материальными возможностями его материальным статусом то есть тот муж, который приходит домой посетив всякие посиделки в разных кафе вкусив всякие вкусности в разных ресторанах и который дома оставляет только минимальные средства для еды то этот человек не соответствует этому хадису пророк, где посланник Аллаха говорит предоставляй своей супруге то, что ты сам употребляешь то есть не стоит этот хадис, конечно, воспринимать прям буквально речь идёт, конечно, о том, чтобы в твоём доме был соответствующий твоему статусу достаток прежде чем наслаждаться самому всякими яствами всякими блюдами и так далее точно так же и одежда то есть учёные говорят, что муж обязан обеспечить свою супругу сезонной одеждой и те супруги, которые настойчивы в своих желаниях алчны в своих потребностях и таким образом подталкивающие своих мужей на запретное приносить домой, добытое запретным способом эти женщины так же не получат успеха и благополучия и не будут счастливы в этой семье вспомним сподвижниц посланника Аллаха которые в напутствии своим мужьям, отправлявшимся на поиск заработка на поиск пропитания они говорили своим мужьям о мужья, мы готовы терпеть голод, но не готовы терпеть запретное тот муж, которого Всевышний Аллах не наделил особым богатством и состоянием ему достаточно делиться тем, что он способен заработать дать, предоставлять своей супруге то, чем он располагает и быть благодарным Всевышнему Аллаху воздавая хвалу Всевышнему Аллаху за тот успех за то, что Всевышний Аллах ему дарует и непременно это прибавит в его мирском уделе Всевышний Аллах в Священном Коране говорит «Пусть расходует обладающий широтой удела из своей широты, то есть из своего богатства» «А тот, для которого урезан мирской удел» то есть получает мало из мирского достатка «Пусть он дарует, расходует из того, что ему даровал Всевышний Аллах» «Ля юкаллифу Аллаху нафсан илля ма атаха» Всевышний Аллах не возлагает ни на одну душу, кроме того, чем она располагает, кроме того, что она способна вынести на своих плечах, сделать. То есть каждый супруг, обеспечивая свою супругу, неся на своих плечах нелегкую ношу обеспечения своей семьи, должен преследовать цель довольства Всевышнего Аллаха прежде, а недовольства своей супруги. И тогда супруга тоже будет довольной, станет рано или поздно довольной и Всевышний Аллах расширит удел этой семьи и обеспечит им достаток, откуда они не ожидали. Но те мужья, которые обделяют свою супругу, о них посланник Аллаха сказал «Кафа биль мар и ифман ани юлайи аман ягут» «Достаточно тяжким является грех, когда мужчина оставляет без содержания, без обеспечения тех, кого он обязан обеспечить». Хадис посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи асалям. «Если ты утешаешься тем, что супруга твоя как-нибудь обойдется, у нее есть состоятельные родители, братья, или она может сама заработать свой кусок хлеба, я не должен о ней думать». И ты устраиваешь свою жизнь, одеваешься хорошо, у тебя все нормально, но ты совершаешь таким образом один из тяжких грехов согласно хадису посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи асалям. «Ибо обеспечение своей супруги является долгом твоим». Упущение этого долга, естественно, будет грехом, ослушанием Всевышнего Аллаха. И где бы ты не искал благополучия, и где бы такой муж не искал успеха, он его не найдет. И такой человек будет ненадежен, ненадежен для всех остальных, если он оказался таковым для своей супруги. А когда муж озабочен обеспечением своей супруги, приносит для своей супруги домой что-либо, обеспечит для того, чтобы ее обеспечить, при этом Всевышний Аллах воспринимает, принимает у этого раба эти расходы как наилучший вид милостыни. То есть этот муж выполняет свой долг, свою обязанность перед своей супругой, но Всевышний Аллах его воспринимает как наилучший вид милостыни и вознаграждает этого мужа, этого мужчину. В хадисе посланника Аллаха сказано, «Афлалю динарин юнфикуху р-раджулю динарун юнфикуху аля айялих». Самым наилучшим из милостыни является тот динар, то есть самым лучшим динаром, то есть золотая монета. Это та монета, которую расходует мужчина для своей семьи, сказал посланник Аллаха «Каждый мусульманин, каждая мусульманка, вступающая в брак, должны воспринимать брак как очередной новый шанс в их жизни для приближения ко Всевышнему Аллаху». То есть каждый из нас должен подходить к браку как к богоугодному делу, потому что все, что связано с браком, все, что связано с обеспечением своей супруги, все, что связано с укреплением семьи, а также все то, что делает счастливыми эту семью, является в первую очередь богоугодным делом. Совершая эти поступки, каждый из вас приближается ко Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах даже прощает грехи тем мужчинам, которые утомились в поисках дозволенного пропитания. В хадисе посланник Аллаха салаллаху алейхи ва саляма сказал, «Мам бата каллан фи талабил халали бата ма фурал лаху». Тот, кто проведет ночь утомленным в поисках дозволенного, он проводит ночь с прощенными грехами, ему говорит посланник Аллаха салаллаху алейхи ва саляму. То есть, когда ты выходишь для того, чтобы заработать кусок хлеба для своей семьи, и при этом утомляешься, за это Всевышний Аллах прощает твои грехи. Посланник Аллаха салаллаху алейхи ва саляма в своих хадисах призвал каждого мужчину ко всему, что делает счастливым его семью, счастливым его супругу, счастливым его детей. Посланник Аллаха салаллаху алейхи ва саляма в хадисе, который передает имам Ахмад, сказано, «Инн ар-раджуля иза сабгам ра'атаху миналь ма'и уджир» когда мужчина подает своей супруге воды, он получает награду, говорит посланник Аллаха салаллаху алейхи ва саляму. Эти все хадисы достоверные, братья мои. Ученые говорят, что подобные хадисы, в которых посланник Аллаха салаллаху алейхи призывает нас к этим поступкам, это те поступки, которые способствуют зарождению между супругами доброты, теплоты и любви. Так говорят ученые. А это очень важно, посланник Аллаха салаллаху алейхи ва саляму, каким Всевышний Аллах его описал в своем аяте. Посланник Аллаха салаллаху алейхи желает, чтобы каждая наша семья была счастливая. Каждый супруг был рад своей супруге, и чтобы каждая мусульманка была рада своему мужу. Следование этим хадисам непременно гарантирует это счастье в каждой семье. Имам Аль-Бухари в своем сахихе от Абу Мас'уда, от пророка салаллаху алейхи ва саляма передает, это уже пятый хадис, в котором посланник Аллаха салаллаху алейхи говорит, ИЗА АНФАКАР РАДЖУЛУ АЛА АХЛИХИ ЯХТАСИБУХА ФАХУВА ЛАХУ САДАКА Когда мужчина расходует для своей супруги или на пропитание, или на ее одежду ЯХТАСИБУХА, и при этом он ищет награды от Всевышнего Аллаха, делает это ради Всевышнего Аллаха, ФАХУ АЛЯХУ САДАКА Это для него будет милостыней, сказал посланник Аллаха салаллаху алейхи. То есть из этого хадиса мы понимаем следующую тонкость, которую многие из нас упускают в отношениях между своими женами, а также жены в отношении своих мужей. Это когда мы забываем о Всевышнем Аллахе в наших отношениях друг с другом. Забываем о том, что то, что мужчина делает для своей супруги, это делается ради Всевышнего Аллаха мусульманина. Он должен делать ради Всевышнего Аллаха это. Он должен искать в первую очередь довольство Всевышнего Аллаха, а также супруга. Жена должна всегда стремиться, когда она проявляет покорность своему мужу, или же оказывает ему какую-нибудь услугу, старается обрадовать своего мужа, она когда знает, что в первую очередь, прежде чем заполучить довольство своего мужа, она получает довольство Всевышнего Аллаха. И когда в отношениях между супругами оба руководствуются именно этим принципом, их толкают именно это желание делать друг другу что-нибудь хорошее, тогда непременно эта семья будет счастливой. Как можно в этом даже сомневаться? И в заключении, дорогие братья, хочу обратить внимание на самое важное. Аллах в Священном Коране сказал, «Авзу билляху минаш-шеданир-раджим ар-риджалу каввамуна алян-неса» «Воистину мужчины, руководящие своими женами, говорит Аллах, «Бима фаддали Аллаху ба'ллахум аля ба'зу, ва бима анфаку». Благодаря тому, что Всевышний Аллах возвысил одних из них над другими и благодаря тому, что они являются несущими расходы на своих жен. Не может быть мужчина, полноценно руководящим ни своей супругой, ни остальными членами своей семьи, будучи скупым, будучи не выполняющим своей этой главной обязанности, своей главной миссией в семье, обеспечиванием, материальное обеспечение своей семьи. И какой бы состоятельной твоя жена ни была, и как бы она не могла обходиться без твоего материального обеспечения, для того, чтобы ты был по-настоящему мужем, о котором Всевышний Аллах в этом аяте говорит, руководящим, а руководящим обязан быть каждый мужчина в своей семье. Именно эту руководящую роль за тобой закрепляет это твоя обязанность, обязанность материального обеспечения. И если ты не выполняешь этого, не выполняешь этого своего долга перед своей супругой, перед своими детьми, ты теряешь свой вес в первую очередь в твоей же, в своей же семье. Поэтому, дорогие братья, не отходите от своего долга. Не пренебрегайте той или иной работой для того, чтобы выполнить этот свой долг перед своей семьей, перед своей супругой. Пусть Всевышний Аллах поможет каждому мужчине нести эту нелегкую ношу на своих плечах. Если намерения и помыслы будут искренними ради Всевышнего Аллаха, Аллах обязательно поможет каждому мужчине исполнить свой долг. Ассаляму алейкум وрахмату Аллахи وبرакатуху. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok